Здравствуйте! В эфире Океарская студия телерадиовещания. Информационный выпуск новостей. С последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. И сегодня в выпуске. Легализация трудовых отношений – основа защиты прав работника. Синокосная пора в самом разгаре. В районе полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Дети – смысл жизни. Многодетная семья из Рафиловых. А теперь обо всем подробнее. Вопросы легализации трудовых отношений на днях обсудили в ходе рабочей встречи главы администрации с руководителем сельскохозяйственных предприятий и главами КФХ. Она прошла с участием правоохранительных органов и глав сельских поселений. За ходом диалога наблюдала и наша съемочная группа. Легальный бизнес, легальное строительство, легальный труд – все это объединено общим словом – законно. Проблема законности трудоустройства наиболее актуальна в современном обществе, потому как трудовая деятельность определяет уровень благосостояния и финансовой стабильности. Особенно острый этот вопрос стоит в сфере агропромышленного комплекса. На сегодня у нас действует, работает фактически не числится, а действующих 19 общей сограниченной ответственностью, 12 крупных крестьянских фермерских хозяйств, это с площадями более 500 гектаров, и 80 мелких КФХ, которые используют от 50 до 500 гектаров пашни. По данным отчета за первый квартал текущего года, численность в этих сельхозпредприятиях всего 111 человек, то есть это если на 19 разделить, считается где-то в среднем по 5, у кого-то 10-15, у кого-то 1-2. И в крестьянских фермерских хозяйствах пока оформлены у нас только сами крестьянские фермерские главы КФХ. Фактически оформленных работающих у вас, оформленных трудовых отношений с вашими рабочими практически нет. Официальное в соответствии с законодательством трудоустройство является гарантом социальной защищенности работника, в то время как иная форма отношений между работодателем и работником в виде конвертной схемы представляет серьезную угрозу для последнего в случае наступления различных страховых случаев. Наниматель, выплачивая большую или основную часть зарплаты в конверте, утаивает ее от государства, избавляя себя тем самым от налогового бремени. Страдает при этом работник, теряя значительную разницу в сумме, которая впоследствии послужила бы ему в качестве социальных пособий. Ведь те отчисления, которые производит работодатель с выплат каждого нанимаемого лица в Фонд социального страхования, возвращаются работнику в виде социальных пособий по временной нетрудоспособности в тот период, когда сотрудник временно лишается основного источника дохода. Отсутствие трудового стажа, выплат гарантированных пособий по временной нетрудоспособности, по беременности родам, по уходу за ребенком, недоступность получения кредитов и многое другое. Все это – подводные камни неофициального трудоустройства и серых зарплат в конвертах. В то же время, недобросовестный работодатель, применяя подобную схему введения трудовых отношений, лишается покоя и сам. За установление нелегального выплаты заработной платы работодателю грозит ответственность, предусмотренная статьей 419 Трудового кодекса Российской Федерации. В данном случае работодатель привлекается к дисциплинарной, материальной, а также гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Уклонение работодателей от уплаты налогов и страховых взносов на доходы нанимаемых рабочих лиц вполне можно рассматривать как хищение государственных денежных средств, которые должны пополнить социальные фонды, выступающие в качестве резерва и привести к стабильности социальной сферы в целом, пояснил Андрей Дубровский. Из представителей 29 юридических лиц, то есть из 41 юридического лица, 29 отчеткостей у нас представили, из 29 представителей с нулевыми показателями, то есть тоже считаем не работают. Исходя из их поступления в бюджет, то есть получается 21 юридическое лицо, которое представило отчеткость, налоговую отчеткость, сумму литоплаты в бюджет, получается, что юридическое лицо в среднем в год подлежало уплате в 2014 году 21 тысяча. То есть в среднем возьмем 2 тысячи в месяц юридическое лицо, которое насчитали себе, то есть в данном случае, они уплатят бюджет. Вот эти суммы, которые у нас исчисляет сельхозтоваропроизводители, уплатят бюджет в части из членов налогов. Это, я вам говорю, в общем все налоги, если собрать по иточнику, либо по юридическому лицу. То есть здесь так вот этот разговор, что налогами за души, налогов много. Ну, просто можем показать, если что говорите. Сами руководители сельхозпредприятий в ходе встречи пояснили, что в сфере агропромышленного комплекса, где благосостояние предприятий тесно связано с климатическими условиями сезона, и основная часть рабочих привлекается лишь временно, оформлять трудовые отношения невыгодно. Надо думать сперва, что урожай был, чтобы налог платить. Да вот так. А вы какие-то там налоги спрашиваете. Да если урожай, может, урожай не будет. Газей больше не будет. А кто-то не будет. Они работают у меня 10 дней, 15 дней. Спасибо нам в уборку месяц. Напомним, что за последние три года была оказана помощь из стороны государства 187 хайболинсам на сумму более 55 миллионов рублей. Большинство из них относятся к сфере сельского хозяйства. Прокурор района пояснил, что по закону, вне зависимости от обстоятельств, работодатель обязан заключить трудовые отношения с работником. Перед нами ставят задачи ориентироваться таким образом, чтобы вся наша деятельность, все наши надзорные полномочия не были направлены на прекращение деятельности хозяйственных субъектов. И те, и конкретно ставятся перед собой, что в предыдущих товарищей Деменов и выявили, что у него 10 человек, либо в предыдущих Власика и у него 40 человек. Вот по информации, даже глава района говорит, что на семинаре Власика говорит, что у него 40 человек работают, а вот я по информации, как у Валентины смотрю, у него окружено всего лишь 10 человек. То есть разница же есть, существенная разница. Но к нему, либо к другому работодателю специально идти и выявлять людей, никто не собирается. Мы, во-первых, ссуществуем задачу разъяснить требования закона, предложить, а в третьем, конечно, при выявлении будет спрашиваться уже и наказ, естественно. Именно легализация трудовых отношений является решительной мерой борьбы с синевой занятостью. Для решения проблемы неофициального трудоустройства и выплаты террой зарплаты в районе создана межведомственная комиссия по вопросам легализации трудовых отношений. Главными задачами которой являются контроль выплаты заработной платы не ниже установленного уровня минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день составляет 7700 рублей. В районе на сегодняшний день лишь несколько хозяйств выплачивают зарплату выше суммы прожиточного минимума. Фаниля Баширова, Зуфара Ребаев, Индор Крымкужин, Служба новостей. В ходе встречи Андрей Дубровский напомнил, что налоговая инспекция приступила к раздаче налоговых уведомлений. Как и в предыдущие годы, налоговые уведомления передаются через муниципальное образование, то есть через сельские поселения. Поэтому убедительная просьба подойти в свои сельсоветы и получить налоговые уведомления на уплату налогов. Это связано еще и с тем, что по отношению к прошлому году срок уплаты изменился по налогу на имущество, по земле и по транспортному налогу. То есть если в прошлом году необходимо было заплатить налог не позднее 1 ноября, то в этом году налог уплачивается не позднее 1 октября. То есть на целый месяц срок сократился. Тем более сейчас более-менее возможно в сельском хозяйстве. Ну, как же время может быть есть. Дальше там начнутся сенокосы, дальше там начнется уборка. И вот 1 октября оно очень быстро наступит. Поэтому в ближайшее время, конечно, пока есть свободное время, обратиться, получить данные уведомления и заплатить налог. Далее, что хотелось бы сказать. Да, многие очень сейчас имеют компьютеры, основная масса, доступ в интернет. Многие подключены по Хабинскому району. Я знаю порядка, наверное, 80-75% кто подключился к личному кабинету налогоплательщика. Можно в данном случае не ходить в сельсовет, не ходить на участок налогового органа за уведомлением. Можно зайти в личный кабинет и с личного кабинета распечатать это уведомление. Это уведомление есть в вашем личном кабинете. То есть вы, не выходя из дома, можете его распечатать и произвести, соответственно, уплату данных платежей. Синокозная пора в самом разгаре. Хозяйство района уже давно занимается кормозаготовкой. О том, как все это дело происходит, смотрите в следующем сюжете. Христианское фермерское хозяйство Ильдара Исянгильдина приступило к сенокозу в середине июня. Синокозные годы фермеры находятся вблизи водохранилища села Макан. К этому дню хозяйство уже скосило 500 гектаров. Планируется еще 200. У Айтугана Исянгильдина это уже седьмой сенокоз. Парень признается, что трава в этом году хорошая и у хозяйства будет качественное сено. Сенокоз в этом году отлично дался. Трава, набор идет хороший жидняк, густой. Весной дождь не обидел, дал хороший урожай в этом году, дай бог будет. Техника прекрасна, отлично. Есть кондиционер, установим глонас. В любое время смотрим местонахождение тракторов. На сенокозе задействованы около 15 человек. В данный момент в поле только выехали два агрегата, белорусы и кейс. После обеда подтянутся все остальные агрегаты и техники, пресс, грабли, косилки. К сенокозу приступили уже почти все хозяйства района. Активно идет заготовка сенажа. Но, к сожалению, из-за аномальной жары качество травы снижается с каждым днем, отметила заместитель главы по сельскому хозяйству Галина Шалашова на встрече с руководителем сельхозпредприятий. Значит, темпы очень низкие, надо сказать. Особенно у нас население еще не приступает. Но те сельхозпредприятия, у кого имеется скот, они, конечно, уже начали заготовкой сенозаниматься. И даже сенажа у нас успешно идет. У Федоровки заготовка сенажа почти порядка 200 тонн уже заготовил. Неплохой сенаж получается. Поэтому тоже всем предлагаю, пока еще стоит травостой нормальный, в хорошем состоянии, давайте начнем эту работу уже из спячки зимней. Пора нам выходить. Качество кормов теряется с каждым днем. Жара 35 градусов у нас стоит уже почти 10 дней. Поэтому еще 2-3 дня, и от нашей весельной травы ничего не останется. Очень опасная обстановка на сегодня по пожарам в районе. Жара стоит невозможная. Воды никого, уемкости практически у вас около сеновалов ни у кого нет. Сеновалы не опахал никто. Давайте срочно этой работой занимайтесь. Вот сейчас, на данный момент, я приехала с зердан из пожара. Весь урожай, весь, вернее, сбор сена, усабин сгорел. Вот то, что он заготовил целую неделю, 200 тонн. Ой, 100 тонн из греющих. Полностью все сгорело. Самое главное в работе сельхозпредприятия – соблюдать сроки. Этот закон нельзя нарушать никогда. Не зря говорят, что весенний день год кормит. А в нашем случае именно от кормозаготовки зависит зимовка скота. Гульнас Ибрагим, Зуфар Алиба, Филинур Кумгужин, Служба новостей. Если зимой проблема ям на дорогах менее заметна, летом же все это становится очевидным. Дорожно-ремонтная служба района от зари до заката производит ямочный ремонт дорог общего пользования. Наша съемочная группа побывала на участке трассы Акиар-Сибай. В работе задействованы три единицы техники – грейдер, каток и фриза. Без них такого рода дизельность невозможна. А трудятся на таких машинах опытные рабочие. Один из них – Александр Буренин, который долгое время работает в бригаде дорожной службы района. Работа нравится, говорит, что помогает улучшить ситуацию. Попал, как чисто случайно не хотел. Я вообще горняк в профессии потянул на дороги. Стали плохие дороги, поэтому решил помочь району. Так вот, седьмой год помогаем, восстанавливаем. Планов у нас Степной, Гилдубай-Океар-Сара. Объездная-Океар на этот год. В бригаде дорожной ремонта и служба района работают 10 человек. Ребята уже произвели ямочный ремонт с 46 по 50 километр автодороги Оренбург-Сара-Ира. Также на трассе Акиар-Сибай проложили асфальт с 82 по 85 километр. Идет ремонт участка с 90 по 92 километры. Самое главное в такой работе, признаются ребята, знать технологию покрытия дороги асфальтом. Акиар-Сибай-Океар-Сибай-Океар-Сара. За последние три года завершен ремонт автодороги Абдуль-Насырова и Сян-Гильдина, подъезд к деревне Юлбарсово, дороге Ивановка-Михайловка. Ведется ремонт дорог Алибаевской, Первомайской и Подольска-Новоукраинка. Одним словом, работа кипит, а дорожная служба района трудится на полную мощь. Куляс Абрагим, Визуфар Алибаев, Фильмур Крымгожин, служба новостей. В апреле месяце многодетная Читай Сарафилова Хиселам Акан победила в республиканском конкурсе творческих проектов «Мир дома моему». Это не простая семья, а интернациональная. Супруги Оксаны и Закии Сарафиловы воспитывают восьмерых детей. Четверо из них приемные. Однако родительской любви хватает на всех. Сегодня к обеденному столу мама Оксана приготовила татарское национальное блюдо чак-чак, так как дети его особенно любят. Помощником в любом деле является приемный сын Денис, который живет в семье уже восемь лет. Денис окончил шестой класс, любит животных, помогает родителям, младшим братьям и сестрам. У мальчика есть заветная мечта – помогать людям. Именно поэтому он мечтает стать спасателем. Наша семья дружная. Здесь друг друга все любят, уважают, не обижают. Мы делаем все вместе и друг другу помогаем, когда, ну там что-нибудь, вместе кормим там, ну это, помогаем. Мы помогаем маме, маме, папе, на сенокол съездим, убираемся дома. Я хочу стать МЧС-спасателем. Читай с Рафиловых в этом году встретила серебряную свадьбу. За это время супруги Заки Раисович и Оксана Владимировна построили большой просторный дом, родили четверых детей. Однако полноценной семья стала лишь после того, как взяла на воспитание двух братьев – Ивана и Дениса, а после еще двух девочек – Веронику и Алину. С тех самых пор в этом доме никогда не звучат такие слова, как «свой» и «чужой». Супруги твердят в один голос – «все это богатство наше». Силу мне дают в этом дети. Дети заряд какой-то дают такой, что жить охота, охота что-то делать, что-то новое покупать, менять. Я воспитывалась у бабушек одна в семье, и я всегда хотела, чтобы у меня была большая семья. Я рада, что у меня много детей, что есть у меня внук, муж, дети, все хозяйство. Я желаю всем, чтобы у всех была такая семья, как у нас. Отличительной чертой многодетной семьи из Рафиловых является трудолюбие. Девочки с мамой делают самодельные резинки для волос, мягкие игрушки, шьют, вяжут, готовят домашнюю лапшу на продажу. А мальчишки с папой возятся с техникой, ремонтируют трактор, машину, занимаются хозяйством. Семья держит коров, кур, гусей, выращивает огород. Закир Аисович занялся крестьянско-фермерским хозяйством. В этом деле его правая рука – старший приемный сын Иван. Я воспитывался в многодетной семье. У нас было две сестры, четыре брата. И вот мне очень нравится, что семья была многодетной, как бы воспитывались. И нам тоже охота была. Не было мальчиков, вот мы взяли мальчиков. Я очень рад, что вот есть у нас Денис, Ванька, Эмилия у нас родился. Ванька у меня как правая рука. Он везде со мной, где я не успеваю, он тут как тут. И на тракторе, и накосит сами, и согребут, и сдвинут сено. И не успеваю, и погрузят, привозят домой сами, и в воду возят. Нет ничего дороже, лучшее желание в этой мире, чем дети. Именно они приносят в нашу жизнь радость, счастье, полноту, гармонию. Они учат нас жизненной мудрости, дарят нам смысл в жизни, питают нас силой и энергией, говорят в один голос супруги Сарафиловы. Приемные дети – это масса чувств, разных, как мольберт художника. Здесь от темных красок, непослушания, упрямства, неряжливости, до светлых и ярких, счастья, радости, удовольствия, реализованности. Так, Вероника, ты давай браслет делай. Алина, а ты резиночку делай, клей, бусинки. Сабина, а ты цветочек сделай на резиночку. Только аккуратно делай. А я буду делать куклу. Берем полторушку, обтягиваем ватином, одеваем сапроновые колботки. К сожалению, проблема сиротства в нашей стране – серьезная проблема. Число детей, оставшихся без родителей, постоянно растет. Однако есть люди, которые широтой своей души, глубиной своего сердца принимают приемных детей, как своих. Именно такая семья из Сарафиловых. Все они делают вместе. Всегда поддерживают друг друга. Может быть, именно поэтому все дети как один твердят, что они рады, что у них большая и дружная семья. Мы друг другу помогаем, друг другу не обижаем. Все у нас хорошие. Мы маме во всем помогаем. Я рада, что у меня появились сестренки. Теперь мне не скучно поиграть с кем-нибудь, быть, можно побегать, порисовать, попеть, потанцевать. Мы ходим в лагерь, в конкурсе участвуем, поем песни, играем на свежем воздухе. Я люблю нашу большую семью. Мы в лагу любому скажем, что пугать не думай нас. Если Родина прикаж будет, выполним приказ. Для кого-то счастье – это красивые машины, деньги, власть. А для кого-то счастье – улыбка мамы, заботливые руки отца, сияющие от радости глаза детей, полный дом гостей. У семьи Серафиловых все именно так. Здесь каждый ребенок на своем месте. Каждый из них у себя дома. Гульнас Ибрагим, Вазуфар Алибаев, Нуркомгужин, Служба новостей. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Приятного вам вечера и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова